Спасибо большое. Наш следующий спикер, мне очень приятно представить Аллу Игоревну Архангельского, заместителя генерального директора по стратегии Тарикова инвестиций, консерна Росэнергоатома. Буквально несколько слов, конечно, очень приятных о Алле Игоревне. Она закончила Московский орден Красного Знамени Института управления Сергея Дженикидзе. И свою деятельность она начала простым инженером, можно сказать, вне АЭС. Да, и за последние 10 лет от начальника отдела дошла до... Ну, больше, да, за заместителя, руководителя уже директора по экономике, а дальше уже... То есть такой послужной список очень сильный. И мне хочется еще, конечно, сказать и нашему женщину, она награждена очень многими ведомственными наградами. Я, конечно, могу их перечислить, все, и серебряную медаль концерна. Но один еще последний имеет нагрудный знак отличия за заслуги перед атомной отраслью третьей степени. Вам слово. Спасибо большое. Ну, я в первую очередь хотела бы такой небольшой мостик от Михаила Валентиновича, от Михаила Чудакова, вот, как бы, протянуть. Потому что он назвал свое время женщин, которые были на атомных станциях. А я могу сказать, что на его родной, вот, последней атомной станции Белиденской сейчас совершенно замечательно у руля заместителя по экономике Светлана Беляева, которая просто, вот, чудеса, понимаете, взвешенных профессиональных решений принимает для вот такой маленькой нашей и любимой Белиденской атомной станции, самой далекой. Поэтому традиционно в атомной энергетике, наверное, женщины нишу экономическую, финансовую, они занимали. И постепенно сейчас действительно те задачи, которые они решают, они уже уходят из локальности вот экономики и финансов. Потому что вся наша жизнь совершенно сейчас по-иному взвешивается. Нет отдельного технического решения, если оно не упаковывается и не взвешивается через экономические последствия и результаты. Таким образом, женщины в атомной энергетике, они стали равноправными партнерами таких же высокопрофессиональных, инновационно ориентированных, да, инженерно крайне грамотных мужчин, которые традиционно были в атомной энергетике. Ну и кроме того, вот небольшая шутка. Михаил Валентинович сказал, вы посмотрите на Аллу и на Анжелику. Это же бойцы, это же танки, которые раздавят всех. Но я хочу сделать такое вот примечание. Это танки розовые и в бархате. Это танки, которые окутаны шлейфом французских духов. Это танки, которые размягчают твоего противника и партнера, да, и в результате обладают, ну а если уже серьезно, что любая женщина, которая, наверное, пришла в нашу отрасль, это в первую очередь высочайший профессионал. Не просто высочайший профессионал, а который досконально, в мельчайших деталях знает свой предмет. И в этом наша сила. Потому что так устроен мужской ум. Это крупные мазки. Это, ну понятно, да, это системное вот такое вот представление. Это просчитано на много шагов вперед. А сочетание с женской, вот в команде женщины, это означает, ни одна деталь не осталась без внимания. И в этом плане, да, женщина всегда играет очень важную роль в команде. Ну, кроме того, я считаю, что женщина в атомной энергетике, это, конечно, способный к дипломатическим переговорам человек. Потому что по моей практике поручаются очень сложные вопросы, которые надо решить. А решить их не всегда можно, потому что ты затрагиваешь целый ряд интересов противоположной стороны. И вот эта склонность такая природная к дипломатии, склонность к поиску такого реального компромисса, который найдет. Вот это уникальное сочетание пазла, да, когда и ты прав, и ты прав, и мы нашли взаимоприемлемое решение. Наверное, это тоже определенная вот такая черта, которая крайне востребована у женщин, которые приходят в атомную энергетику. Ну и свое выступление, оно у меня профессиональное. Это у меня как бы вступление о нас, о девочках, да, вот так вот по-женски, да. А на самом деле оно профессиональное, потому что, вот Алена сказала, моя нынешняя позиция. Я занимаюсь и тарификацией на нашу продукцию нашей огромной компании, то есть это электрическая тепловая энергия. Я занимаюсь вопросами инвестиций, потому что мы амбициозная компания, и мы развиваемся, значит, нам нужен инвесторесурс. Я занимаюсь вопросами стратегии, и это не значит, что я эту стратегию пишу. Стратегия – это коллективный, абсолютно коллективный всей компании документ, но этот процесс организовать и в итоге выстроить некую, так сказать, читаемую модель, которая вот на самом деле понятна всем, да, это вот тоже поручено мне. И в результате огромное, огромное совершенно направление деятельности, и с одним из моментов вот этой деятельности я бы хотела вас ознакомить. Я вам хотела представить практический опыт моей компании, и в этот опыт вложен в том числе мой профессиональный вклад по эффективному управлению активами компаний. Следующий слайд, пожалуйста. Что такое вообще эффективное управление компанией, такой крупный, как концерт «Госэнергатор»? Понятно, что когда в Российской Федерации все поменялось в энергетике, и мы стали работать на рынке энергии и мощности, мы проходили серьезнейшую развивку. Вот атомная энергетика – это что-то отдельное, которое будет существовать совершенно под другим правилом, конечно, не будет участвовать ни в каком рынке, значит, наверное, мы попросимся под крыло государства, и будем сидеть там, как бедные родственники. Или же мы говорим о том, что нет, атомная энергетика – это абсолютно отрасль, которая сможет работать на рынке энергии и мощности, но для этого нам нужно понимать, что вызовы по эффективности работы нашей компании, они теперь совершенно другие. И мы должны таким образом управлять всеми нашими активами, чтобы быть безусловно эффективными, чтобы, безусловно, прирастала стоимость наших компаний, но при этом мы никогда не должны забывать, что главный приоритет, главное ограничение – это сохранение безопасности наших атомных станций. И вот наши активы сегодня – это триллион шестьсот стоимости основных фондов. Это чистые активы – триллион, ну, почти четыреста. Это чистая прибыль, это самые последние данные по последнему году – 10 миллиардов шестьсот миллионов. Были времена лучше, когда мы зарабатывали чистые прибыли до 27 миллиардов. И ждут нас тоже лучшие времена, когда у нас до 40 миллиардов чистой прибыли прогнозируются. Это выручка – здесь 82 миллиарда, и это рентабельность по ИБД – 41%. А на самом деле это 35 действующих энергоблоков. Вот они на этой карте представлены. Это семь энергоблоков, находящихся в процессе строительства. Это 27,9 гигаватт установленной мощности. И это 18,3% доля в энергобалансе страны. Амбиции какие? Безусловно, нарастить установленную мощность. Безусловно, нарастить долю в энергобалансе страны. И это и стратегические задачи госкорпорации «Росатом», и, соответственно, они точно так же выгружены, как стратегическая задача нашей компании. Следует так – управлять активами. Что это такое? Есть ли универсальные подходы к управлению активами? Ответ – нет. Наверное, прежде чем управлять активами серьезно и добиться максимально хороших результатов, надо понять, что за структура у тебя активов. И какие методы – организационные, технические, сугубо инженерно-технические, экономические, финансовые – нужно применять. Это очень тонкий процесс, и первое, с чего ты начинаешь, ты начинаешь понимать, а что такое твой актив? Актив – это 80% энергопарка, которым ты располагаешь, построены до 2007 года. И только после 2007 года только 5 блоков новые. Да, сейчас находится еще в строительстве еще сень, но мы понимаем структурное соотношение. И таким образом, когда мы вступали, проходили развилку, работать к нам на рынке энергии, мощности, или стать, ну скажем так, государственным сектором, который будет под протекционизмом государства находиться, мы точно совершенно понимали, что нам нужно такое сочетание устроить, такие, так перекомпоноваться для рынка, чтобы мы были успешными. И первое решение принципиальное по успешному управлению нашими активами, оно было сделано в 2000 году, и мы перекомпоновались в едино генерирующую компанию. Потому что мы понимали, по одиночке все атомные станции не выдержат конкуренции на рынке энергии мощности. И нас просто бойцов будут отстреливать через некоторое время. Мы только будем считать потери. Значит, мы на это пойти не могли. Первое эффективное решение, которое мы приняли, создать генерирующую компанию. В настоящий момент, вот параметры генерирующей компании, это все вместе мы работаем на рынке энергии и мощности. На самом деле на рынке энергии и мощности работает концерн «Росэнергоатом». через свои филиалы, атомные станции. Но вся политика тарифная, вся политика продаж, она выдается из единого центра. Безусловно, на атомных станциях происходят дискуссии каждый раз. То есть по производственным программам, по заявкам на затраты, которые нужны той или иной станции. Но в целом это решение принимается в целом по компании. Следующий слайд, пожалуйста. Таким образом, организационная структура на сегодняшний момент, которая реализовала вот это первое успешное такое организационное решение. Есть концерн «Росэнергоатом», в котором есть центральный аппарат. Это московский офис, он достаточно, так сказать, мобильный. И филиалы. Это атомные станции, это филиал сейчас по реализации капитальных проектов и технологические филиалы. Ну а кроме того, еще в нашу структуру входит целый ряд дочебных обществ. Важнейших для нашего бизнеса. Такие дочебные общества, как атом-энергоремонт, атом-энергосбыт, атом-техэнерго, которого здесь нет и вне АЭС. Что позволила вот теперь такая структура? Мы прошли в течение нескольких лет поиск оптимума по централизации и децентрализации функции. Поначалу, как это всегда бывает, до болезни роста, мы централизовали все. И жизнь стала невозможна. За каждым чихом наш филиал начал обращаться в центральный офис. Ответ. Перегруз центрального офиса, крайне неэффективный временной трафик, для принятия решений, отсутствия ответственности на местах. Значит, прошли эту болезнь роста, правильно построили сейчас распределение функций, централизацию, децентрализацию, оставили за собой, по сути дела, стратегические и самые серьезные функции в области экономики, финансов, инженерных решений, единых для того, чтобы у нас не было, что 10 станций, 10 разных решений одного и того же вопроса. То есть, вот абсолютно разумный подход привел к тому, что в настоящий момент это серьезная компания с быстрым принятием решений, эффективных решений, которые выдают лучший результат в области стоимости компании и экономических результатов. Следующий слайд, пожалуйста. Мы не прекращаем работу по тому, чтобы идти по пути повышения вот этих вот экономических характеристик, после того, как мы перегруппировались в единых компаниях. Программа управления и снижения опексных затрат, это, скажем так, постоянная, рутинная работа и наша, это программа, с которой мы не расстаемся. С другой стороны, перед нами стоит задачка. Создать как можно больше инвестиционного ресурса в компании, потому что мы понимаем, успех завтра – это перезагрузка нашей компании в пользу новых энергоблоков, которые уже эксплуатируются не 30 лет, с учетом продления 45, а которые изначально эксплуатируются 60 лет, а затем еще раскрываются дальше их возможности функционерами. Значит, соответственно, больше капекса, созданного мною, значит, тем самым я больше возможностей имею вложить в такие новые проекты и перезагружать профиль своей компании. Безусловно, с выводом улучшения, увеличения стоимости компании и улучшения экономических результатов. Следующий слайд, пожалуйста. Пример принятия решений, опять же, которые связаны с управлением активом. Стареющая атомная станция. Мы всегда проходим развивки. Что мы можем с этой станцией сделать? Первое. Мы можем ее еще реанимировать и продолжить, ее жизненный цикл через модернизацию, через продление срока эксплуатации. Или же нам нужно принимать решение о выводе из эксплуатации. А это значит, сразу же принимается решение о инвестиции, поиске инвестиций на сооружение станции, на сооружение энергоблока взамен. Вот ровно так построена логика тех решений, которые мы каждый раз принимаем в компании. И здесь принципиально важным является механизм финансирования инвестиционной деятельности. Следующий слайд, пожалуйста. Если мы говорим о опции 1, когда мы говорим, что нет, этот блок небезнадежен, он еще будет работать. Его надо модернизировать или продлить срок эксплуатации. Значит, в первую очередь, модернизация, замена технологического оборудования. Под это дело создан специальный, достаточно уникальный механизм, который явился особенностью вхождения таких энергоблоков при работе на рынке, так называемая доплата к стоимости мощности на конкурентном отборе мощности. Да, это преференция, которая дана атомам и гидрогенерациям в нашей Российской Федерации. Вторая опция – это новое строительство. И здесь правительство приняло решение, простимулировав вообще процесс инвестиционной энергетики Российской Федерации в целом, создать уникальный механизм, который называется договор поставки мощности, по которому инвестор получает возможность вернуть вложенный капитал и доход на него в течение первых 20 лет. Вот в атомной энергетике. В традиционной энергетике это в срок меньше, 15 лет. Следующий слайд, пожалуйста. А вот если мы говорим о променении срока эксплуатации, мы такую развилку проходим, и здесь никакого уникального механизма нет. Это обычный рыночный механизм, проектное финансирование, инвестиционный займ, и после этого возврат этих денег, которые, так сказать, после того, как блок продел. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, в новой энергоблоке, который уже построен, некоторые из них, а некоторые сооружаются. Вот такова география, и, наверное, одним из самых интересных проектов является проект ПАТЭС, который у нас сооружается на Чукотке. Ну, для Чукотки, неправильно. Для Чукотки. Следующий слайд, пожалуйста. Во что вкладываем деньги при строительстве? Да, это абсолютно новые активы и новые проекты. Так называемый проект поколения 3+, или проект АСВРТОИ. Вот здесь кратко представлено, так сказать, самые важные особенности этих проектов и привязка к площадкам сооружения. Ну, у Воронежской атомной станции блок номер 1 уже пущен. Блок номер 2 рассчитываем, что физспуск у нас будет, значит, в следующем году. И запуск в 2019 году Ленинградская атомная станция, первый, второй блок, то же самое, находится в высочайшей степени строительных работ. Все, что касается АСВРТОИ, первый проект, который сооружается на площадке Курской АЭС-2, блок номер 1 и 2. В настоящий момент это начальная стадия строительства. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, здесь представлен вариант перспективной технологической основы, которая предусмотрена нашей стратегией, потому что мы все-таки думаем еще о блоках БН, и именно в контексте замыкания ядерного топливного цикла для нас. Значит, на сегодняшний момент проект БН реализован в качестве блока номер 4 Белоярской атомной станции. Это БН-800, который уже работает у нас первый год в этом году, второй год, значит, мы в 2018 год уже тоже подали тарифы для установления, для работы такого блока на рынке энергии и мощности. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и активы концерна. Это, понятно, нацеленность наша на долю в балансе энергии и мощности 20%. Это десятки тысяч рабочих и местно-технологическое развитие по всей цепочке вытягивается. Ну и, естественно, мы не можем такую сторону игнорировать, как социальная ответственность нашей компании перед всеми теми людьми, которые работают в ней и которые находятся в регионах присутствия атомных станций. Ну вот у меня все. Я, так сказать, спасибо большое. Спасибо большое за очень интересный вопрос. Вопросы для нас такие сложные, я, может быть, задам вам все-таки вопрос. Как по вашему мнению, вот я смотрела на вас, улюбовалась вами, потому что уверенность, есть такая энергия знания. Скажите, пожалуйста, какие качества все-таки необходимо иметь женщине, топ-менеджеру для руководства инновационным развитием крупной технологической компании? По вашему мнению? Спасибо. Ну, с моей точки зрения, никаких великих, особых качеств, наверное, иметь не надо. Очень многие качества, они вообще лежат в женской просто натуре. Первое. Это, безусловно, вот еще раз я говорю, доскональное знание предназначено. Их детали. Второй момент. Это возможность структурно мыслить. И обязательно логически мыслить. Не разбрасываться, вот мыслью, вы знаете, как туда убежаться, четко выстраивать всегда переговорную позицию, четко всегда выстраивать поручения, которые ты даешь своим коллегам. Когда твои коллеги... Или ты точно всегда описываешь свою позицию, вот что ты будешь готовить. Это уважение партнеров и полное их понимание. Какой пазл, что ты хочешь дать, что ты хочешь дать в нашей, например, общей переговорной вот какой-то позиции. Вот я знаю, что когда мой директор поручает мне что-то, он знает, что Алла Игоревна, проработав материал, принесет ему и скажет. Там будет написано первое, второе, третье, четвертое, пятнер. И под все вот это будет выстроена логика и под все под это подобраны материалы. То есть ни одной гипотезы шальной не будет. Это точно совершенно. Вот понимаете, это, наверное, вот это жесткий взгляд. Ну и если говорить о своей сейчас позиции, то, что важно еще, важно не бояться нового. То есть тот багаж, который у тебя есть, он обязательно выстрелит, обязательно тебе поможет, даже если ты начнешь заниматься для себя до этого незнакомыми вопросами. Понимаете, вот бояться нового нельзя. Процитирую Евгений Иванович, их натянка моего первого генерального телека, который всегда говорил, сначала в единобородном поле, а потом уже в пахнет. Спасибо. Вот. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok